Здравствуйте, друзья! Меня звать Жанна. Хочу представить вашему вниманию новый канал. Совершенно новый и новый для меня на YouTube о семье русскоязычных в глубинке Америки. В двух словах, наша семья приехала в Америку в 2004 году и всё это время, до 2021 года, мы жили в Нью-Йорк-Сити, многомиллионник. Бруклин, Нью-Йорк. Вы же знаете, что Бруклин – это не Америка. Ну, кто из русских живёт, он знает, что Бруклин – это не Америка. Там все нации, которые эмигрировали в Америку, разговаривают на своих языках. А многие даже вообще на английском не разговаривают. Но я тоже проработала дентал-ассистентом и в гастроэнтерологии проработала. Можно сказать, что я и не говорила на английском. Ну, там по телефону, если ты звонишь в какие-то организации, где тебе надо решить вопрос, ты, естественно, знаешь, что говорить и как объясниться с людьми во всех офисах. Допустим, в медицинских, в госпиталях, в страховке ты звонишь и так далее. Ты знаешь. Но навыков в разговоре на английском языке у меня не особо было. Так что, можно сказать, в Америку я приехала в 2021 году. Вообще-то канал – это не об этом. Это я так отступила. Так как я женщина веселая. Будет вам интересно со мной развлекаться иногда пару раз в неделю. Вот и я обо всем буду вам рассказывать. Ну, в общем-то, жили мы, жили в Нью-Йорке. Ну, и так как всевозможные события интересные там происходили, а так как я никогда не имела драйвер-лайсенсы и никогда не водила машину, то есть всегда меня возил муж, и даже я не пыталась водить машину, я считаю просто, что женщина не обязана водить машину. Женщина должна заботиться о семье и выполнять свои женские обязанности. Я еще человек Советского Союза, старой закалки. Поэтому. Да, я уже бабушка, бабушка я. У меня уже внучке 8 лет. Так что такое у меня мышление. Ну, в общем, отступила я. Говорю же вам, весело будет со мной. Короче. И вот, меня муж возил всегда на машине, но последнее время я на работу сама добиралась, а вот когда случился у нас всемирный ко, и я дальше не буду говорить, чтобы, ну, меня YouTube не забанил, то иногда мне приходилось добираться на автобусе, на метро. Там стало опасненько, опасненько ездить, опасненько. И у нас у всех в наших белых головушках опасность появилась. Думаю, надо уезжать с этого Бруклина. Так невозможно. Прям до депресняка доходило. И что вокруг, и что ты видел? Ну, короче. Короче. Мы купили дома, дочка себе купила, мы себе купили. Слава Богу, Бог помог. И переехали из многомиллионника в село. Мы с мужем конкретно в село, в село. У нас где-то две тысячи населения. А дочка переехала чуть-чуть в другое место. Там как бы получше. Ой, что-то у меня тут с телефоном. Эй. Что-то я не на то нажала, какое-то там колечко. Ну, ничего. Ладно. На носу у меня какой-то кругляшок. Думаю, что получится. Проценты какие-то там показывает. Окей. Посмотрим. Может, и не удалю это видео. Дальше продолжаю свой рассказ. Видите, как вам весело со мной? Сумбурно я рассказываю. Но я не готовилась. Думаю, ну, надо снимать, надо снимать. В общем, они переехали в другой населенный пункт. Там побольше всего. Побольше работ. Побольше кафе, ресторанов. А у нас тут просто село-село. Ну, так вот. Но мы все равно счастливы. Потому что я имею возможность теперь посадить огурчики, помидорчики, клубничку, вишенка, малинка. Свежий воздух. В общем, вот так мы переехали и стали тут жить. Я устроилась на работу в агентство по уходу за disabled people. То есть с инвалидами имела дело. Полтора года тут проработала. Ну и решила пока уйти оттуда. Что сказать. Не очень-то мне нравится это. Ну, ладно. Дальше. Моя дочка тоже на медицинском филде работает. Ну, короче. И вот этот канал будет. О нашей жизни здесь. Буду вам рассказывать. Знакомить с нашей жизнью. С нашим красивейшей природой вокруг. Мой муж живя в Бруклине говорил. Ой, хочу в лес. Хочу в лес. Хочу в лес. А у нас же там до лесу-то нужно ехать. Ого, сколько! И леса-то такого нету, как в нашем-то бывшем Советском Союзе. Ну, мы приехали из Украины. Вот. Ну, и Россия, и Украина имеют прекрасные леса. И вообще весь Советский Союз имел прекрасные леса. Прекрасные чем? Мы видим, что ты можешь туда просто зайти и просто погулять. Но нет, только не здесь. Только не в наших местах. У нас тут лес на горах. У нас тут прекрасные реки, прекрасный воздух. Но это уже будет в следующем видео. Вот. Я вам поснимаю. Я вам все расскажу. Это будет очень интересно. Жизнь тут совершенно другая. Совершенно. Совершенно другая. Не удалось мне здесь, живя за два года, зайти и погулять в лесу. Не удалось. Прямо. Непроходимые дебри. Нужно ехать в специальные места. Там нужно останавливать машину, где сделали специальную стоянку. И только по специальным тропкам ты пройдешь. А вот просто так, если ты захочешь. Вот едешь, видишь лес. Ты хотел остановился, вышел. Да в жизнь никогда. Ну, канал еще будет, конечно, о продаже качественных товаров, об одежде. Я ушла с работы и решила заняться небольшим бизнесом. Мне бы хотелось представить вам во внимание, представить на ваше внимание, на ваш экзамен одежду из Турции. Мы когда жили в Украине, у нас полгорода занималась куплей-продажей, привозили товары из Турции шикарные. Ну, тут в Америке, особенно у нас, вот тут, куда мы переехали, в нашу глубинку, люди одеваются как-то вообще китайский ширпотреб. Я уже, наверное, лет, около 10 лет, я, наверное, не покупаю одежду в магазинах. Я знаю, я беру одежду свою только на сайтах, ну, естественно, эта кофта у меня тоже куплена на сайте, но это отдельный разговор. Тут нечего купить в магазинах даже, нечего, даже такие известные магазины, как Маршалс или еще там, где якобы должна была быть хорошая одежда. Ну, да, лет 10 тому назад там была качественная китайская одежда, а сейчас, ну, простой ширпотреб. Я хочу представить, внимание, одежду, которую я получила из Турции, очень трудным путем. Вот, ну, конкретно из Стамбула. Это будет чуть-чуть попозже, в других видео. Я только два дня назад получила и просто не имела возможности еще ее всю красиво вывесить, распаковать, предоставить внимание на людское обозрение, на обозрение прекрасными женщинами. Ну, естественно, этот канал будет для русскоязычных, потому что все-таки мой родной язык русский, и я на нем разговариваю. Я не хочу говорить на английском, хотя тут за два года я научилась говорить на английском. Жизнь заставит, как говорится. Ну, мы реально только приехали в Америку. Не в 2004, а только в 2021. Да. Потом все расскажу. Вы потом поймете это все. Значит, постараюсь вам делать интересные, прикольные видео. Ну, просто обещаю, чтобы вам было весело и мне было от этого хорошо. И, может, что-то еще будет полезное для вас. Я сейчас закончу это видео, а следующее у меня будет короткое. Вот мне пришла как раз сегодня посылка с немецкого магазина, с другого штата. Я уже периодически там постоянно покупаю. Вот мы с тех пор, как побывали в Германии, мы с мужем, ну, продукты там вкусные, о чем говорить. Европа есть Европа. И я понаходила немецких магазинов, пару онлайн, и покупаю там некоторые товары. Конечно, оно чуть дороже, но аутентик немецкие. Вот. И я сделаю такую маленькую распаковочку. Вот коробочка ждет. И поставлю следующее видео. Видео. Ну, все, дорогие друзья, на этом я заканчиваю. Может быть, вы поймете, о чем я наговорила вам. Если что, уж простите, первый раз в первый класс. Пока-пока.